Всем привет! Не так давно я проходила курс обучения от кондитерской школы Куды Геор. И в одном из уроков мы готовили торт Гаяна. Вкус мне настолько понравился, что я решила придумать упрощенную версию бисквитного торта Гаяна, где будут сочетаться фундучный бисквит, табрикосовый конфитюр и крем на молочном шоколаде. В данном торте приготовление мы начнем с крема. Поскольку крем это взбитый ганаш на молочном шоколаде, а он обязательно должен дозреть некоторое время до нужной консистенции. Итак, для приготовления нам понадобятся сливки и молочный шоколад. Я разделила сливки, так как одна часть будет нагреваться для соединения с шоколадом, а вторая доливается в охлажденном состоянии. Полный список ингредиентов я, как обычно, укажу под видео для формы 18 и 22 см. Меньшую порцию сливок я уже налила в сотейник и буду нагревать. До кипения доводить не нужно. Как только вы увидите первые пузырьки по краям, снимаем сливки и наливаем на шоколад. Шоколад кладем в высокий стакан, чтобы потом удобно было взбить блендером. Наливаем разогретые сливки и ждем 1-2 минуты. Чтобы помочь шоколаду быстрее разойтись в сливках, размешиваем лопаткой, но вымешать до однородности не получится, поэтому мы берем блендер и взбиваем. Как только масса стала однородной, добавляем сливки, которые не нагревали, и снова соединяем блендером. Теперь накрываем пленкой в контакт, так, чтобы она касалась поверхности сливок, и убираем в холодильник минимум на 2-3 часа. А пока займемся бисквитом. Подготовим форму для выпечки. У меня разъемная форма диаметром 18 см. На дно я кладу бумагу для выпечки и закрываю кольцом. Смазывать ничем не нужно. Лишнюю бумагу я решила отрезать. И поскольку я хочу, чтобы у меня было 4 коржа в торте, беру вторую форму. Это разъемное кольцо, также 18 см в диаметре. Чтобы оно не расходилось, я закрепляю канцелярскими зажимами. А дно оборачиваю фольгой, блестящей стороной внутрь. Чтобы тесто не убежало, я ставлю кольцо на дно от другой разъемной формы. В итоге я сразу буду выпекать в двух формочках. Если у вас кольцо большего диаметра, то можете выпекать все тесто в нем. И разделить готовый бисквит на 3 коржа. Теперь приступим к приготовлению бисквита. Нам понадобится мука, сахар, яйца, кукурузный крахмал. Если вы не нашли кукурузный, можете взять картофельный, фундучную мука или фундук. Сахар я разделила на две части, потому как одна будет взбиваться с желтками, а вторая отправится к белкам. Для начала обжарим фундучную муку на сухой сковороде, чтобы вкус и аромат стал насыщенно ореховым. Чтобы сделать фундучную муку самостоятельно, возьмите фундук и перебейте его в блендере до состояния крошки. Ничего страшного, если некоторые кусочки будут немного больше. У нас ведь ореховый бисквит. Во время обжаривания муки на сковороде лучше помешивать лопаткой, чтобы орех не пригорел. Когда вы почувствуете яркий аромат ореха и золотистый оттенок, снимаем посуду с огня. В миску кладем обжаренный фундук, просеиваем муку, крахмал и перемешиваем сухие ингредиенты венчиком. Отставляем миску в сторону и займемся яйцами. Отделяем белки от желтков так, чтобы ни одна капля желтка не попала в белок, иначе белок не взобьется. Взбиваем белки сначала на средних оборотах, потом немного увеличиваем. И когда белки взобьются в пену, похожую на пивную, то можно понемногу добавлять сахар, примерно по столовой ложке. Когда весь сахар введен и белки стали густыми и воздушными, то ставим их в холодильник и берем желтки, сразу добавляем вторую часть сахара и взбиваем миксером. Желтки должны побелеть и увеличиться в объеме. Я взбивала белки и желтки параллельно, но если у вас нет второго миксера, начинайте всегда с белков. Соединяем все ингредиенты. Перекладываем желтковую массу в глубокую чашу. Добавляем одну треть белков. И движениями снизу вверх перемешиваем массу. Когда белки вмешались, добавляем все сухие ингредиенты сразу. И также аккуратно перемешиваем, не забываем промешать со дна. Последними добавляем оставшиеся белки. Снова перемешиваем все до однородности. Я разделила массу на две равные части и разложила по формам. Выпекается бисквит при температуре 180 градусов. Примерно 40 минут. В любом случае ориентируйтесь на зубочистку. Вставленная в центр, она должна выходить сухой. Этот бисквит выпекается сразу после приготовления. Если вы планируете выпекать несколько этапов, то каждую порцию делайте перед отправлением в духовку. Иначе масса осядет, пока будет ждать своей очереди. Бисквит полностью пропекся, он получается ровным и срезать верхушку не в надобности. Чтобы верх не осел, лучше поставить остывать его вверх дном на решетку. Когда он достаточно остынет, вынимаем из формы, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 3 часа. Теперь займемся абрикосовой начинкой. У меня есть охлажденное готовое абрикосовое пюре. Я покупала его в кондитерском магазине. Но я полагаю, что не всегда можно легко и быстро приобрести его. И если пюре вы не успели купить, и сейчас еще не сезон, можете взять курагу и апельсиновый сок. Под видео я укажу пропорции для свежего пюре, а также для варианта начинки из кураги с соком. Сама же буду готовить микс 50 на 50, чтобы вам был понятен процесс. Итак, для начинки из кураги промываем и заливаем теплой водой и оставляем для набухания на 2-3 часа. Далее кладем в блендер и измельчаем. Наливаем апельсиновый сок и еще раз пробиваем блендером до однородности. По консистенции масса должна быть примерно такой. Теперь в сотейник наливаем пюре или массу из кураги. Как вы помните, у меня это и то, и другое пюре я уже налила. И дополнительно наливаю массу из кураги. Ставим на средний огонь, добавляем сахар и доводим до кипения. По количеству сахара ориентируйтесь лучше на свой вкус. Теперь берем крахмал, разводим его с холодной водой, размешиваем и заливаем в пюре. Проварите пюре еще минуту-две. Масса начнет густеть. Вот такой она должна быть консистенции после снятия с огня. Я перекладываю ее в другую посуду, накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник до сборки торта. Для пропитки торта я взяла жирные сливки, молоко и сахар. Можете сливки заменить полностью молоком по желанию. Наливаем в сотейник все продукты и нагреваем до растворения сахара. Потом снимаем с огня и убираем в холодильник до сборки торта. Спустя положенное время достаем из холодильника наш будущий крем. Убираем пленку и взбиваем миксером. Для удобства я перелила массу в емкость большего размера. Взбивать будем до устойчивого состояния. Вот такой густоты она должна получиться. Будьте аккуратны, не перезвейте, кремом может расслоиться. Перекладываем его в кондитерский мешок. Отрезаем уголок и подгоняем крем к носику. Я это делаю кондитерским скребком для выравнивания. Заворачиваем край и вернем его в холодильник до использования. А пока подготовим бисквит. Достаем из пленки и разрезаем каждый корж на две части. Я сначала ножом прорезаю по периметру и далее ниткой разрезаю весь бисквит. Вот посмотрите, какие четыре коржа у нас получились. Приступаем к сборке. На подложку намазываем каплу крема, чтобы прикрепить бисквит. Сверху укладываем корж, хорошо пропитываем его. Далее наносим небольшой слой крема и выравниваем поверхность. Еще один слой крема кладем бортиком по периметру. И в середине у нас будет абрикосовая начинка. Для удобства я наливаю ее из кондитерского мешка, предварительно разделив на три части. Выравниваем поверхность и сверху укладываем следующий корж. Поступаем с ним точно так же. Пропитка, крем, бортики и начинка. Последний бисквит также пропитываем и смазываем частью крема. Отправляем в холодильник для пропитки минимум на 8 часов, а лучше на ночь. У нас наступил следующий день и можно завершить оформление торта. Оставшимся кремом я выравниваю торт и оставляю немного для декора. Я решила взять зубчатый шпатель для придания рельефного рисунка. Сверху я также украшаю торт оставшимся кремом. Насадкой закрытая звезда. А также свежим абрикосом, фундуком. И вафельной крошкой, предварительно зазолотив ее конгурином. Куда же без блеска. И завершающий штрих, чтобы абрикосы не обветривались, я покрыла их нейтральным гелем. Наш торт фундук абрикос готов. А теперь приступаем к самому волнительному и приятному моменту – дегустация. Посмотрите, какой красивый получился разрез. Коржи получились очень воздушными и нежными. А сочетание фундука, молочного шоколада и абрикоса словно созданы друг для друга. Желаю всем удачи в приготовлении и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok